После смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев забрал их сына Платона у родителей артистки, которые растили мальчика с двух с половиной лет. Суды не дали положительного результата для родителей Жанны. В интервью журналистам отец певицы Владимир Фриске рассказал, что сейчас он с женой даже не знают, где находится десятилетний Платон. Шепелев его прячет от нас. Знаем только, что живет он в Москве, и все. Как только я начинаю обо всем этом думать, у меня сразу же начинается какое-то нехорошее состояние в мозгах. Боюсь натворить глупостей. Поэтому я себя немножко сдерживаю. Он назвал Шепелев нелюдем и отметил, что договариваться с ним никак нельзя. А если я сделаю какую-нибудь глупость, она может затронуть моего внука. Я не хочу, чтобы он страдал. Поэтому я пока смирился и надеюсь, что со временем Платон сам к нам придет. Жена Ольга, по словам Владимира Фриске, смотрит фотографии Платона, которые присылают люди, и все время плачет. На вопрос о том, знает ли Владимир о рождении у Шепелева и его возлюбленной Екатерины общего сына, отец Фриске подчеркнул, что его это не интересует. Это их дела. Пусть они там хоть женятся, переженятся. Мне это по барабану. Меня интересует только Платон, которого у нас отобрали. Мы с женой его очень долго ждали, но быстро потеряли. Однако в суд он обращаться не будет. Как признался Владимир, он не выдержал бы, если у Платона на суде спросили, хочет ли тот быть с бабушкой и дедушкой, а мальчик ответил, что не знает их или нечто подобное. Да и это все повлияло бы на психику ребенка. Я самого этого процесса боюсь. Боюсь, что я на эмоциях могу что-то натворить. Владимир также заявил, он знает, что Шепелев не возит ребенка на отдых. Я так понял, что былых заработков у него нет, а деньги, которые остались после Жанны, он поснимал со счетов, отметил Фриске, напомнив, что телеведущий хотел продать часть квартиры Жанны, которая осталась Платону. Но мы не дали. Это единственное, что ребенку достанется от мамы. Я верю, что придет время, когда внук сам к нам постучится.